Президент Украины Владимир Зеленский еще раз высказался за продолжение переговоров между украинской и российской делегациями, а также выразил надежду на скорые переговоры с Путиным, подчеркнув, что это единственный шанс закончить войну в Украине. По его словам, идея провести прямые переговоры с Путиным актуальна и сегодня, даже после военных преступлений в Буче и Краматорске. Сегодня у Украины нет другого выбора, кроме как сесть за стол переговоров, а у России нет другой силы, чтобы остановить эту войну. «Только Путин один решает, когда закончится эта война», — заявил Зеленский. Накануне в одном из интервью украинским журналистам, которое транслировалось по национальному телевидению, Зеленский сказал «Все мы, и я в том числе, воспримем даже возможность переговоров как вызов». Он добавил, что вызов является внутренним. В ходе беседы президент Украины сказал «В первую очередь свой, человеческий вызов». «Я думаю, что у нас нет другого выхода». В обращении к СМИ Зеленский рассказал о том, как российские войска проводили внесудебные расправы в городе Буча к западу от украинской столицы Киева. Зеленский подчеркнул важность посреднической миссии других стран, в том числе Турции, в переговорах. «Российская сторона заявила, что встреча президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского возможно только после того, как будет готов мирный договор. «Для нас ничего не изменилось. Мы не отвергаем возможности такой встречи для нашего президента», заявил официальный представитель Кремля Песков на ежедневном брифинге. «Но еще раз повторяем, что такая встреча возможна только после согласования текста документа», сказал он. Москва и Киев провели несколько раундов переговоров, направленных на выработку договора, который положит конец войны в Украине. Песков также заявил, что Россия ищет способы положить конец войне. Россия вывела войска из Киева и перенесла большую часть своих военных действий на восток Украины. Но нет никаких признаков прекращения боевых действий. Многие эксперты заявляют, что российская сторона понимает свой полный провал, поэтому пытается любыми способами захватить хоть что-то для более выгодной позиции на переговорах. Слова Пескова о желании прекратить войну – это не что иное, как попытка отбелить репутацию высшего руководства России. Кроме того, возможно, таким образом российские элиты прощупывают настроение простого народа, чтобы понимать, не будет ли протестного очага внутри страны после окончания войны.